здравствуйте сегодня я расскажу о начальных позициях которые должен знать архитектор вот мы открыли уже собственно говоря экран с программой на этом экране показаны 4 основные вида фасада которые мы будем отстраивать и показано разбивочная сетка вот эти наши сетка который помогает работать архитектору единственно здесь момент что по определению вот эта сетка вот эти клеточки данный шагом момент что как вы понимаете неудобно для работы в программе поэтому мы возьмем и первое что мы сделаем и установим эту сетку шагом метр на метр для этого мы открываем акции выходим в параметры сетки сетки он и сразу исправляем наши двухметровые параметры на метр нажав ok мы сразу видим что наша сетка стала значительно меньше и был сша метр на метр значит кроме того для того чтобы работать с конкретным архитектурным проектом первое что мы должны задать это мы должны задать план этажей план этажей собственно так как мы предполагаем проект уже поэт который архитектор придумал мы должны знать какие этажи у нас собственный есть для этого мы выходим в конструирование и берем установки этажей значит у нас по определению здесь заданные некие типовые этажи 1 2 3 этаж с высотой этажа 3 метра высота этажа я хочу напомнить хотя все мы знаем берется расстояние этажа от пола до пола но так как первый этаж у нас это нулевой мы не начинаем собственно говоря постройку здания с первого этажа но у нас еще нужен там фундамент соколь но сейчас мы просто покажем соколь то есть я выделила первый этаж нажимаем поместить под и задай мне нужен здесь цоколь 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 значит высота цоколя соответственно тоже не три метра а на стопы будет метр-двадцать и автоматом показано что ниже наливает метка на стопор идет метр-двадцать потом это переходим на первый этаж и задаем этот первый этаж высотой 3 метра потом переходим на второй этаж задаем высоты высоты этажа 2 тоже 3 метра но и третий этаж моему переименовывали и задаем высоту которая у нас появится в коньке если мы не знаем это высота но мы задаем приблизительно но пусть у нас высота танки будет 5 метров теперь нажав пути мы увидим в новинке лотере у нас вот здесь навигатор где у нас показаны все наши процессы весьма увидим что у нас есть стокольный этаж первый этаж второй этаж теперь работая планы отображая в каждом этаже мы собственно говоря уже можем грамотно работать дальше то есть мы вы взяли цоколь для того чтобы нам начать работать с проектом и правильно задать разные параметры нашего будущего здания мы должны сперта что сделать это задать разбивочный план оси отбивочный осевой план потому чтобы задать разбивочный свой план выберем заходим в конструирование и этот разбивочный план здесь названа правильно своеобразно системой сетки мы будем считать что это системы сетки мы нажимаем разбивочной оси благо на системы сетки и видим что нам здесь предлагает сразу разные предметы и привязки но мы хотя бы просто обратим внимание что у нас здесь расстояние от размерных до маркера общий размер большую по маркерам уже увеличен это нам удобнее будет делать потом что можем закрыть основных параметров дальше привязка привязка здесь у нас задано с нижнего левого угла так всегда мы привязку поэтому мы здесь оставляем здесь продление оси 4 метра уже устраивает и кроме того установка маркеров здесь мы стоят стоят маркеры только снизу и слева если мы поставим дополнительные маркеры мы будем видеть все эти маркеры сообщить четырех сторон дальше мы будем видеть четырех сторон далее здесь показаны следующим правилам именования значит горизонтальные оси здесь именуются буквами единственный момент мы можем задать цифрами и маленькими латинскими буквами и арабскими цифрами мы оставляем то что у нас есть единственное что здесь буква данная латиница мы ее потом в дальнейшем переведем в киридицу кроме того здесь вертикальная сетка задана цифрами но и точно также задавать но открыть эту вкладку мы можем увидеть что мы можем задать и и наконец самое важное для нас это цифровое расстояние между осями вот здесь указаны на не заданы по определению здесь 4 800 естественно нас это не устраивает и мы сейчас их все изменим значит расстояние от оси а до оси б мы задать ему задать его вот иной расстояние от оси б до оси цены дать им три с половиной расстояние относиться до себе мы задать им например тоже три с половиной и расстояние от оси дать им и задать им а мы его вообще удалить потому что покажем каким образом скажем нам не надо это себя привязки нам нужно 8 нажимаем минусе у нас это оси спины значит теперь вертикальная цифровое первое расстояние мы задать три с половиной второе расстояние от оси 2 до оси 3 мы его зададим 4 с половиной расстояние от оси 3 до оси 4 мы зададим 3 метра ровно и расстояние от оси 4 до оси 5 мы зададим 5 метров ну если здесь мы давайте прибавим еще шестую ось нажимаем на плюсик у нас получается шестая ось но шестую ось мы зададим 2 с половиной вот и теперь нажав на окей у нас автоматически появляются вот эти наши оси мы выставим сначала координат нажав два раза то есть вот посмотрите но получили собственно привязочный план привязочный план который сразу вот эти осевые осевые поэтажные планы что нам нужно сделать теперь мы его выделяем и видите у нас показано вот это сгруппированные системы сетки пока она сгруппированная принципе на мы можем задать разные параметры изменить юрид значит у нас здесь показано то что она наша сетка показано зелененьким мы ее зададим то что сплошная линия нас тоже не устраивает мы покажем двойная вот те же самые параметры мы сейчас показываем параметры плана значит так как у нас сразу отражаются параметры разрез фасад в разрезе фасад и на тоже зададим эти параметры нажимаем окей и мы видим что у нас изменились эти все параметры значит теперь значит нам удобно показать каким образом мы если мы скинем привязку группировать то есть так как план нас будут группированы показывал все объекты сразу эти все теперь скину эти параметры это счет на поле я эти параметры задаю раз группировать эти временно разгруппировать объекты значит ничего не это делает для того чтобы исправить латинские буквы на кириллические вот я теперь отдельно задаю каждый из наших оси линии здесь на этой панельке мы видим что вот тут стоит буква б латинская нам нужно кириллическая вот теперь на сразу и здесь правилась эта позиция теперь выделяя оси я ее исправляю на кириллическую ось мы она уже исправилась исправляет латинскую дэ на кириллическую дну после этого мы поставим на осевом плане еще одну опцию опять же сбросить опцию разгруппировать теперь она она на основу стопирован и мы выделяем сразу все выходим диалог установки параметров нашей осевой сетки здесь этот диалог установки параметры и мы видим показать только на этаже то есть наш план осевой показать сейчас только на сопольном этаже мы изменим это привязку покажем и на всех этажах окей теперь для того чтобы посмотреть на всех этажах берем окно пониже вот здесь в навигаторе у нас стоит опция значит он стоит в сопольном этаже теперь у нас видно что у нас есть этот же план первом этаже то что у нас есть план втором этаже и на уровне крови тоже видим нашласть будет вам теперь мы увидим на цоколь и я покажу как работать в цокольном этаже то есть мы выстроим самые первые опции я покажу как показать стены на цокольном и на первом этаже потом покажу как привязать окно но для начала я беру опцию стены нажимаю диалоговое окно установки параметров и смотрю что же у меня здесь задано так как мы в цоколе то высота цоколе у нас метр двадцать так как мы задавали его параметрах у нас показано что по нулю по текущему эту отметку но по проектному гулять мимо-терминга потом привязка осевая я задам или 200 и у нас здесь показано что вот привязка к краю стены 200 миллиметров от края стены и что мы считать можем задать как мы видим представление в плане разрезе ну нас вполне устраивает такие цвета и такое обозначение и здесь собственно мы можем задать как будет выглядеть в объем上 crosshane кроме того вот здесь вот на этой панели у нас показаны с помощью каким образом можем задать и какие мы можем задать стены. Вот здесь мы можем задать круглые стены, здесь можно задать стены любой конфигурации. Но нас интересуют, собственно говоря, прямые стены вот подобные конфигурации. И начиная опять же с нулевой привязки, я задаю стены, чтобы стена у нас шла ровно. Мы можем нажимать на шрифт, можем не нажимать, она у нас и так таким образом пойдет. Вот. Вот, пожалуйста, у нас получилось наше здание вот в такой конфигурации. Причем, чтобы посмотреть в объемном изображении, сейчас я время перенесу это сюда, мы должны здесь посмотреть. Вот здесь у нас здесь стоит 3D-параметр. Значит, мы берем, нажимаем два раза на общую перспективу и получаем наш вид в перспективе. То есть, собственно говоря, мы можем вот так посмотреть, что же, собственно, мы получили. Мы получили стены на уровне цопольного этажа. То есть, так как кроме опции стены, если бы не было опции, ну, сейчас мы посмотрим. То есть, опять переходим в план цопольного этажа для два раза щелкнув по названию «Соколь». Значит, вот это я подниму, чтобы нам было видно. Значит, сейчас мы перейдем, нам нужно нарисовать стены в первом этаже. Чтобы, так как они у нас расположены на четко на цопольных стенах, мы сделаем следующее. Я вот выхожу в параметр, вот здесь на панельке. У меня есть параметр «Найти и выбрать». Вот такая вот «Выбрать» показана. Я на нее нажимаю, у меня появляется окно. Значит, «Найти и выбрать». «Найти и выбрать». Я выбираю стены, нажимаю здесь на плютик. Я выбрала стены в цопольном этаже. Я их копирую. Теперь мне надо перейти на первый этаж. И в первом этаже я вставляю наши стены вставить. То есть у меня получается наши цопольные стены в таком-то стерео. Я щелкнуваю на пустом поле, и у меня теперь, собственно, я вставила цопольные стены на первый этаж. Мы можем посмотреть в 3D. Вот у нас получились двойные цопольные стены. То есть нам это, собственно, не нужно. Мы опять переходим на первый этаж. Опять берем параметр «Найти и выбрать». «Стены». Можно его закрыть. И теперь, собственно, нам надо настроить эти стены. Вот так у нас настройка стен у нас побежала. У нас побежала настройка стен. И войдем через параметр «Найти». А вот у нас настройка стен. Вот, мы вернулись к началу. То есть выходит в параметр «Настройка стен». И так как это первый этаж, у нас здесь настройка высоты стены 3 метра, как мы ее расставляем. Значит, потом толщина стены. Толщина стены мы возьмем кирпич на 510. И здесь мы изменим еще материал. Мы возьмем кирпич красный. Ок. То есть вы видите, что у нас стена изменилась. Она стала тоньше и выше. Чтобы мы посмотрели, пока она у нас стала, мы опять нажимаем опцию «Перспективы». И мы видим, что у нас теперь 3-х метровая стена, которая тоньше цокольной. И она кирпичная. Теперь мы выйдем на план первого этажа. И я покажу, каким образом нам правильно использовать опцию «Окно». Значит, мы берем опцию «Окно», открываем библиотеку «Окно». И здесь мы видим, что у нас большая библиотека, в которой представлены самые разнообразные окна. Ну вот мы берем створчики «Раскошные окна». Возьмем, ну скажем, вот такое створчатое «Раскошное окно». И вот здесь, вот в этой табличке, мы можем видеть, какие у нас варианты этих окон. То есть вот это в плане, это пока мы в объеме. Вот такое окно. Мы его возьмем повыше. Мы возьмем высоту, его метр семьдесят. Мы можем изменить эти параметры. Мы можем задать высоту от пола до окна 800. Это бывает обычно. И вот это, вот этот параметр, это заглубление окна на стене, но мы возьмем, что оно заглублено на двести. Значит, теперь мы посмотрим. И вот мы видим, что вот у нас такой окно. Теперь настройки его параметров мы возьмем, ну вот параметры окна створчатого распашного. Здесь я исправила метр семьдесят на метр пятьдесят. Здесь у нас, собственно, показаны габариты коробки. Тут можно изменить достаточно много параметров коробки и створки. Вот этот параметр, который у нас показан, это параметр вот этой высоты промоги и где у нас стоит, собственно говоря, перекрестие вот этого окна. Но мы его перекрестие не будем, но высоту промоги мы поставим метр десять. У нас сразу здесь, если мы заметим, изменится вот этот параметр. Потом пойдем дальше. Здесь у нас пустой проем. Мы возьмем, что у нас проем не пустой, что у нас разделен на вот эти наши сетки. Но такой, естественно, у нас параметр не устраивает то, что у нас здесь. Здесь мы зададим по нижнему параметру, что у нас оно пустой. То есть мы зададим, задав эти параметры по вот этой опции, мы его зададим тоже пустой. А на фрамуге мы зададим, что вот у нас горизонтально позиции тоже не будет. Набрали одну позицию горизонтальную, одну позицию горизонтальную. И вот у нас теперь настроено это окно. Кроме того, мы можем здесь настроить и материал, и толщины вообще все это фрамуг. Но сейчас мы этого делать не будем. Мы возьмем вот это наше окно и обратим внимание, что здесь у нас геометрический вариант привязки окна по центру. Так как нам надо привязать... Давайте мы привяжем сейчас как раз по центру, привязываем наше окно к оси. Вот мы привязываем к оси. У нас получается вот... И вот сейчас мы посмотрим, что же у нас вышло в общей перспективе. Сейчас мы получим окно. Вот, пожалуйста, вот у нас данная привязка окна к центру оси. Сейчас я покажу еще один способ привязки окна, и на этом мы закончим нашу... Это первый лекций. Значит, следующий способ привязки окна мы зададим его на определенном расстоянии. Для этого я беру инструмент «Линия». Эту линию я задам красным цветом, чтобы она была видна. И мы, скажем, хотим расположить от оси наше окно на расстоянии метр пятьдесят. Значит, вот здесь у меня появляется табличка, которая показывает длину и угловую величину линии. Вот в этой табличке я с пленатуры задаю расстояние метр пятьдесят. Так как угловая величина нам не нужна, я просто сразу нажимаю на «Энтер». И мы видим, что у нас на стене показана красная линия от оси, расположенная на расстоянии метр пятьдесят. Теперь я опять беру наше окно. Заново настраивать я его не буду. То есть оно у нас уже настроено. Единственное, что я меняю, я беру место центральной и привязку с букву. Видите, вот здесь у нас стоит. Вот я нажимаю на эту «Привязку с букву». Вот она привязка с букву. Теперь у меня окно привязано с букву. Я вот здесь сразу появляюсь. Я привязываю наше окно. И теперь мы смотрим, как же у нас выглядит наша общая перспектива. Ну вот, пожалуйста, мы получили общую перспективу с двумя окнами. Одно привязано по нашей оси, вторая у нас идет привязка с букву. Я думаю, для начального занятия достаточно уже нам параметров. Если у нас появились вопросы, я готова ответить на вопрос. Есть ли у нас вопросы? Да, есть вопрос? Да, я, пожалуйста, слушаю. Я отвечаю на вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы можем в имеющийся объект добавлять, например, дополнительные окна, двери и другие элементы? Я плохо слышу. Не могли бы вы повторить? У меня вопрос следующий. У нас есть возможность добавлять в такую модель дополнительные элементы? Например, окна, двери или другие элементы? Конечно, конечно, мы можем точно так же показать, каким образом у нас, точно так же, как настраивали окна, мы можем показать и, собственно говоря, и двери. То есть, вот здесь на панели инструментов у нас было выбрано окно, теперь мы можем выбрать дверь. Так. И точно так же, выйдя в параметры вот этих дверей, выведя табличку параметра дверей по умолчанию, точно так же настроить. Ну, вот, скажем, берем двери входные или вот какие наиболее используемые входные деревянные двери. Вот, пожалуйста, мы выбираем позицию входные деревянные двери. У нас сразу вот в этой табличке, в этом параметре, ну, вот высота двери, тут и ширина его сразу задана автоматически. Точно так же мы берем вот привязку или осевую, или угловую, вот как здесь показано. Здесь у нас параметры настройки вот этих дверей. Если мы изменяем эти параметры, у нас изменится и вид этой двери. Ну, вот, скажем, возьмем вот такой параметр двери, видите, она сразу станет другой. Потом, кроме того, мы можем даже, давайте сейчас я вам покажу, такую своеобразную опцию угол в 3D. Ну, вот у нас, скажем, в 3D изображении у нас эта дверь будет открыта на 50 градусов. Да, то есть мы в 2D, соответственно, вот таким образом, то есть в 2D она у нас будет показана вот таким образом, обычным. В 3D она у нас будет открытой. Вот, и нажимаем ОК, привязка у нас дана по центру оси, поэтому давайте мы посадим привязку вот этой двери, ну, вот, например, по вот этой оси, чтобы она была видна сразу. Вот, то есть вот такая у нас дверь в двухмерном изображении. Теперь мы посмотрим, как это выглядит в 3D окне. Вот, пожалуйста, в 3D окне у нас пошла, вот, входная дверь, то есть она у меня отстроена по уровню цоколя, соответственно, чтобы в проекте, разумеется, в этом месте у нас должно быть, собственно, крыльцо, таким образом. А так как мы до крыльца еще не дошли, вот, пожалуйста, вот у нас вид нашей двери в 3D изображении. И вот таким образом мы видим нашу дверь на плане первого этажа. Понятно. Спасибо вам большое, все очень подробно и понятно, доступно. Хорошо, тогда если больше вопросов нет, то на этом мы как раз закончим наше занятие.